Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и не только психологическая комьюнити, а просто любые видео телезрители нашего канала, которые случайно или не случайно зашли на наш канал. Здесь очень интересная диаграмма. Вы знаете, сейчас у нас идут праздничные выходные и я буквально несколько дней, два или три дня, два с чем-то дня провел у своих хороших знакомых, родственников, гостил в гостях, отдыхал одним словом. Наслаждался баней, поездкой в лес на охоту и так далее, но самое основное, что я вынес из всего этого, что я еще раз утвердился в мысли, что я ненавижу телевизор. Соответственно, у меня дома, я вам сразу должен сказать, по-моему, в каком-то из своих предыдущих видео я об этом говорил, у меня нет телевизора, я не могу терпеть всех этих ментов, этих бандитов, убийств, всяких там насилий и так далее, и так далее, и так далее. Смотреть больше нечего по нашему телевидению. Одни менты, бандиты, убийства, расследования, губы уточкой, какие-то дурные шоу, комедий-клаб с шутками, всеми 100% шутками ниже пояса на 100%. Ужасное, ужасное, ужасное у нас телевидение в России. Отсутствие какой-либо цензуры нормальной, отсутствие понимания того, что мы должны нести подрастающему поколению. Даже мультики стали настолько агрессивны и тупы, различные там оптимусы, праймы и там еще так далее, и так далее, и так далее. И я еще раз убедился в том, что мне телевизор не нужен ни под каким видом. У меня есть замечательный таблет от Huawei, 8-дюймовый, и я любые телепередачи, программы, там хоккей в конце концов, значит, фильмы, которые мне нравятся, добрые, хорошие, советские фильмы, могу посмотреть на таблике. Очень хорошо и быстро это все получается. Телевизор мне не нужен. С его убийством, кровью, насилием я просто действительно раздражен. То есть, ну, мои знакомые, у которых я гостил, родственники, знакомые там все вместе были, вот у них одно развлечение. Люди возрастные, интернет у них хотя и есть, но пользуется он в основном более молодыми людьми, это не моего поколения. Мое поколение в большинстве своем и чуть постарше люди, для них телевизор это все. Раньше это было радио, потом вот это стало телевидение, сейчас все-таки определенный акцент смещается в сторону интернета, и это я могу только приветствовать. На ваших глазах, на ваших экранах динамика существования телевидения и интернета. Обратите внимание, и это просто величайшее достижение нашего современного общества. Вот синенькая черта, это снижение доли в процентном соотношении по годам. Обратите внимание, исследование проводилось с 2012 по 2016 год, значит снижение доли просмотра телевидения нашими с вами соотечественниками. И соответственно красная линия, это рост пользования интернетов, интернетов, не нужен нам ваш интернет, говорят бабушки. Да, и продолжают смотреть телевидение, телевизор с его убийствами, насилиями, маньяками, ментами, полицейскими, бандитами, кровью. И утки, как это правильно сказать, губы уточкой, это вообще позорище. И комедий клаб всякими, и комедий вумын. Телевидение смотреть нельзя. Признаюсь вам честно, я отдыхаю на одной только единственной программе. Реально, господа, это канал культура. Если там и музыка, и фильмы, и хорошие телепередачи, и наука, и все-все-все. Вот его еще могу смотреть, но это исключение из правил, там, скольки там федеральных каналов, 22 или 25 каналов. Вот только канал культура. И это не бахвайство, я себе говорю. Это объективная действительность моей психической, внутренней, интрапсихической жизни. Все остальное я смотреть не могу. Ну, телевидение наше ужасно. А вот в интернете я могу зайти и посмотреть фильм, предположим, премия. Кто из вас смотрел, не смотрел. Или фильм по роману Астафьева «Царь рыба». «Двое в тайге» еще иногда его называют этот фильм. Или какие-либо другие хорошие советские фильмы. Советские, но это я уже у меня оговорочка по Фрейду, как говорится. Я человек советский, воспитан в СССР, являюсь ортодоксальным коммунистом. Вернее так, я коммунист, причем ортодоксальный всегда я добавляю. Но это шутка в большей степени. Сейчас речь идет об интернете, о телевидении. Телевизор смотреть нельзя, господа. Если вы хотите воспитать подрастающее поколение, своих детей, мальчиков, девочек, кого угодно, воспитать нормальными, полноценными, цельными, образованными, умными людьми, телевидение вы должны исключить из сферы их жизни. А вот интернет при определенном родительском контроле, понятно, включать нужно и важно. В любом случае, это лучше, как это ни странно звучит, 2020 год сегодня у нас, какое число? 6 января 2020 года. И, наконец, можно вскричать, свершилось, да? Ненуженно нам ваш интернет, говорит старшее поколение. Ну и живите при Путине. А вот молодому человеку, думающему лет 15, 16, 18 и старше чуток, интернет это все. Это нормальные фильмы, это нормальные научные телепередачи, это нормальное искусство, нормальная музыка. Возможность выбора, что он хочет узнать, что он хочет понять. Я соглашусь с мнением о том, что интернет как таковой, равно как и любая там энциклопедия, они не дают знаний, они не дают образа мышления, отчасти лишь дают. Они дают информацию, эту информацию надо уметь фильтровать. И вот этому надо учить наше молодое подрастающее поколение. Но ни в коем случае не втуплять в этот ящик. Эра телевидения проходит, слава Богу. И вот эта статистика на ваших экранах об этом свидетельствует. Телевизор начинает, слава Богу, терять свои лидирующие позиции. Наступает эпоха, наступила и продолжает наступать. Не знаю уж кому на пятки, кому на горло, интернет начинает наступать. И это хорошо, и это положительная тенденция. Поэтому интернет нам нужен, а телевидение ваше не нужно. Все нужное мы найдем хорошее, доброе. Мы найдем в интернете. А в телевидении реально мы найдем в лучшем случае только одну передачу, один канал культура. Все остальное смотреть нельзя. Вот простите меня за такое эмоционально излишнее видео. Но тем не менее, с праздником еще раз всех, уважаемые видео слушатели. Удачи вам, здоровья, всяческих благ и выключайте почаще телевизор. Или вообще выбросьте его, как это сделал я у себя реально в квартире и смотрю только интернет. Но я повторяюсь. Итак, еще раз с праздником и удачи вам всем. Продолжение следует...